Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий священник Сергий Рыбаков. В нашей передаче мы стараемся говорить самыми простыми словами о нашей православной вере. В Евангелии есть интересная фраза, которую произносит Христос «Будьте как дети». И когда его апостолы спрашивают, кто будет первым в Царстве Божьем, он ставит ребенка в пример, поднимает его и говорит, что вот если не умалитесь как сии, не будете в Царстве Божьем. Поэтому сегодня в нашей передаче мы решили поговорить о детстве, о культуре детства, о психологии детства с нашим гостем, психологом Тихоном Александровичем Схановым. Здравствуйте! Здравствуйте! Очень необычно так слышать это представление в православной передаче, Тихон Александрович. Вот. И я являюсь по имени того, что психолог, являюсь руководителем театральной студии. Наверное, это во мне больше, чем психологии, руководство студии. Да, вот относительно недавно, где-то с месяца назад, по-моему, проходил какой-то семинар достаточно такой крупный, трехдневный. Да, трехдневный семинар, на котором дети показывали спектакль. Ваша студия театральная про я, вот, она была представлена. Вот в связи с этим, так, что называется, для затравки, для того, чтобы начать разговор нам о чем-то таком более глобальном и глубинном и серьезном, почему вдруг театр и почему вдруг дети? Я еще вас представлю, наверное, нашим телезрителям, как в недавнем прошлом преподавателе кафедры психологии в госуниверситете. В какой-то момент все так у вас переиначилось, поменялось, вы от студентов уходите к детям и почему-то именно в театр. Вот, если не сложно, проясните. Ну, дети у меня еще появились, когда я работал на кафедре, вот, а ушел я с университета, ну, просто на другую работу. Я колдовщик еще обычный, в общем, тружусь на обычной работе и много получаю вот именно обычной работы, вот. И детей просто стало чуть-чуть больше и вкладывать в них стал больше после университета, потому что появилось, ну, не знаю, что появилось, но, в общем, стал больше. Почему, не знаю, вот, не хотелось бы каких-то психоанализов на эту тему проводить, что меня сподвигло так именно в театр. Ну, я вообще много творчеством занимался, и интересно творчество, и тут попробовал с детьми, и пошло, и поехало, ну, и хорошо, и слава богу. Ну, это, я так понимаю, без базового образования актерской режиссии? Без базового, и тоже, слава богу, вот. Поскольку вот эта вот театральная необразованность иногда позволяет по-новому смотреть, иногда позволяет вообще по-другому работать. И вот эта театральная образованность позволяет мне иногда плевать на театр, собственно, как на театр. Ну, как на некую дисциплину, как на некую дисциплину. Ну, как, да. Ну, то есть для меня дети важнее, чем театр. Угу. Ну, правильно я понимаю, что театр — это все-таки форма работы с детьми? Да, форма, да. Это форма некой психотерапии. Вот как форма психотерапии? В том числе, наверное. Почему театр тоже? Ну, дети играют, им нравится, нам тоже нравится. Вот я недавно писал текст такой, условно-рекламный, да, в котором говорил о том, что давайте перестанем на детей смотреть как на объект воздействия и воспитания. То есть вот это некий объект, который у нас появился, и из него нам нужно что-то сделать. Давайте посмотрим на них как на субъектов нашей жизни, как на людей полноценных, которые на нас влияют не меньше, чем государственный строй, которые больше на нас влияют, чем государственный строй и все остальное. Вот, как в том анекдоте. Когда царь захочет, ну, маленький, вот, тогда и пьем, и спим, и едим, и, в общем, все остальное. Вот. И, ну, не только в этом смысле, но и как-то душевно, и духовно они на нас влияют. И вот этот вот театр — это органичный способ для детей вообще разговаривать со взрослым человеком. Насколько часто мы вообще слушаем детей, вот, когда мы, через что мы их слушаем. Вот, у ребенка есть язык определенный, органичный свой, это игра, вот. Это рисование, это искусство, это творчество. Он, ребенок, разговаривает с нами, ну, вот этими тайными загадками, играми, фантиками, вот, там, вот такими вот рисуночками. Не видно? Наверное, не видно. Вот. Ну. А это детский рисунок? Нет, это мой детский рисунок. То есть это детский, но уже взрослого. Ну, то есть вот этот язык есть. Я вспоминаю домашние концерты. Вы не делали никогда домашние концерты для близких? Для близких. Вот, когда маленькие были. Я помню, мы с сестрой, там, переоденемся, там, какие-то песни поем, еще что-то. И в этот момент мы все самое важное сообщаем взрослым. И тут как раз большая задача взрослых, это вот этот вот язык детский, не пытаться, там, анализировать как-то еще, но понять. Вот, через этот язык, через игру. Я тут вспомнил некоторые наши упражнения. Ну, ими, кстати, наверное, вот в психологии-то часто пользуются. Ну, мы рисовали маски. И там была маска человека, который мне не нравится. Ну, я, который я себе не нравлюсь. Я тоже рисовал ее. Вот. Потом мы их называли, эти маски. Замечательная процедура. Они же классно обзываются, дети. Они же подбирают такие точные фразы, которые себе взрослые не могут позволить просто так обозвать друг друга. Они это делают еще не обижаясь. Вот. Закрываются маской и тыкают друг другу пальцами, значит, и называют по-всякому. Вот. Меня там назвали. Я... Мне это вынесло, конечно. Вот. И потом мы пишем сказки на эту тему. Вот. Я написал сказку, после которой понял, что... Чем вообще не должен заниматься взрослый. Вот. Это было бы очень интересно. Вот. А взрослый не должен. И эта сказка и для меня, ну, болезненная была. И это имя болезненное. Они меня назвали чужой. То есть я себе не нравлюсь, когда я кому-то чужой. Ну, как вы понимаете, всем своим быть нельзя. Вот. А иногда так хочется людям. Это дети делают. Это не психотерапевты. Это дети на нас так влияют. Вот. Я пишу эту сказку и понимаю, что... Детям можно и нужно доверять. Вот. Они не обязаны обслуживать ни мои страхи, ни мои тревоги, ни мои амбиции среди моих коллег. Вот. По цеху, да. Вот. Они просто растут, играют так, как им заблагорассудится. Вот. И сообщают они взрослым то, что им важно и ценно. И когда они выходят на сцену, для меня, как там, для режиссера, да, этот момент, когда я отхожу в сторону, и они остаются лицом к лицу со взрослыми, со зрителем, и в этот момент, я, как режиссер, падаю в детские руки, вот, над ней сейчас спиной такую метафору, вот, а они общаются со зрителями. Плохо они играют, хорошо, честно, нечестно, врут или не врут, это уже их дело. И дело зрителя, вот. Вот этот момент, конечно, тревожный всегда. Вот. А вот интересный момент, вы, мы сейчас вот немножко до эфира начали, пообщались по поводу театральной студии, мы договорились, что мы не будем сейчас уходить в толковании название, про я, но вы обмолвились, что про я, это значит про меня, про себя. Про себя, да. Да, что дети, вот, они, может быть, делятся какими-то выводами, что они конкретно про себя узнают через театр? Да, вот они, когда рассказывают про сказки, про свои, они делятся это вот сказками, да, и, например, ну, один момент, можно рассказать его? Да, конечно. Очень хотел персонажу стать человеком после, ну, событий, которые с ним произошли. И для этого он должен пройти, был испытание. И вот он рассказывает про то, девятилетний, десятилетний мальчик полчаса рассказывает сказку, его все с замиранием сердца слушают. Вот это, ну, к слову. И все стоят около этого рова, в котором, все в смысле мысленно, да, душой стоят около этого рова, в котором пантера, вот, и которую нужно убить, потому что такое испытание. Ну, что, кстати, человек, нужно убить эту Багиру, ну, пантеру. Вот, и все с замиранием, а, она уже поймана, и вот человек, этот персонаж стоит, и все на него смотрят, убьет или не убьет. Убьет или не убьет. Это, к слову, кстати, об агрессии и вообще спорности этой темы, да. И он говорит, я убил ее. У него течет слеза, вот, потому что очень хотел стать человеком. И это как-то, ну, вот про что это? Это очень сильно. Вот, ну, про что это он говорит? И для меня не важно, ну, психианалитически про что это говорит. Мне важно, что в этот момент он делится, и что его поддерживают. Мне важно, что он это говорит. Мне важно, что он смел в высказывании своих чувств, он смел в том, что он про себя это говорит. И мне важно, что он ни от кого не прячется, никому не врет. Вот, единственное, что мне жаль, что это не переписать, потому что детскую лексику, ну, вот я рассказал, да, но это вот, ну, там, не знаю, 10%. То есть это не заранее заготовленный текст? Ну, они там где-то там пишут, сочиняют, но потом это все все равно вживую там. И потом это пересказывать, ну, абсурдно, это будет все не то. Родителям можно, вот, как я сейчас только пересказал, можно какие-то вот что-то пересказать, и это будет не так цельно, как вся сказка. Вот. Ну, зато вот это, ну, вот эти все мысли дают мне, как бы, такую ценность всего этого процесса, что, ну, трудно. А вот вы сказали про смелость, которую, да, с которой человек это заявляет. А он эту смелость черпает в театре? То есть он и ей учится, или к вам, в принципе, приходят, скажем, дети? Он эту смелость черпает через других. Через то, что с другими безопасно. Через, может быть, меня, как человека, который старше, и если я, в первую очередь, показываю, что можно говорить о своем при других, вот, когда другие на тебя смотрят, может быть, и это создает ему пример. Когда он видит, что до этого девочка рассказала, там, какую-то историю про себя, когда... И вот это вот все, ну, создает вот эту вот смелость. Я им всегда говорю, выходите на зрителей, ну, и говорите то, что думаете, через свою роль, через своего персонажа. Вот. И ничего не бойтесь. Сцена не является в этой ситуации психологическим таким барьером? Она все усиливает. И хорошо. Она заставляет сильно бояться. У меня много парней в студии. Всего 9 человек. Теперь уже, наверное, больше будет. Вот. Из них 6 парней. Вот. 9-13 лет. И как-то на репетиции другой коллектив шел. И я говорю, о, давайте мы вам спектакль на 20 минут покажем. Они у меня играют все практически роли. То есть я их перемешиваю. Так, ты сегодня вот этот играешь. Они весь спектакль знают. Тоже, кстати, можно об этом поговорить, почему я так делаю. Вот. И они показывают старшим девочкам. Представляете, что такое в 9-13 лет показать девочкам, которым уже 14-15, показать спектакль. И они стоят на сцене и говорят мне. Руслан Александрович. Но не меня. Руслан Александрович называет. Мы для зрителей поясним, да, что в крещении вы тихо. Мы не будем показывать спектакль старшим девочкам. Они будут показывать на нас пальцем и смеяться. Вот этот момент очень важный. Момент того, что я буду о своем говорить, а меня могут не принять. Но это выбор другого человека, принять или не принять. Ну, я-то могу говорить о своем. Вот. И они показывают, показывают в тот момент очень, ну, так вот, прям, ох, на нерве они Джонатана Ливингсона показали там. Вот. И вот это тоже очень важно, когда, ну, вот этот опыт показать себя при девочках, при старших. Вот это смелость создает. А вот если поговорить вот об этой перемешке ролей. Да. Вы сказали, что об этом тоже можно поговорить. Мне тоже это заинтересовало. Зачем смешивать роли, зачем снимать, срывать маски? Даже не срывать, они просто другую роль. А там мальчик, он есть у него, он не хотел сначала вообще играть. Я говорю, что ты ко мне приходишь? Он говорит, я не хочу играть. Я говорю, ну, а что? Ну, на звуке могу посидеть. И сейчас он говорит, так, у нас человека там нет, а давайте я из-за того и из-за другого. У них диалог там по спектаклю двух персонажей. Он говорит, я за одного и за другого. Ну, там, в одну сторону поговорил, в другую сторону поговорил. Нормально. Почему им это интересно? Они всю ситуацию, целиком отношения видят с той, с другой стороны. Вот. И это просто лишает их возможности эгоистично смотреть на ситуацию. Вот. Своя роль. Там у нас Джонтон есть, он любит полет, там, помните, да, Баха? Ему мама говорит, Джонтон, ну почему? Посмотри на себя. Как ты выглядишь вообще, там, ну и так далее. Она говорит, предоставь полеты альбатросам, там, ты ничего не ешь. Джонтон. Вот. А он ей отвечает, ну и что? Я просто хочу знать, что я могу делать в полете, что не могу. Я просто хочу знать. Вот. И он ей объясняет, мам, отстань. Ну, вот это вот привычное, да, мам, отстань, что ты ко мне пристала? Мам, ты меня не понимаешь. Вот. И мальчик, который сначала предъявляет, ну, такие вот обычные, наверное, для жизни родительские, вот. Ну, посмотри. А потом перебегает, там, и говорит, ну, мам, ну, отстань. Он вот эту ситуацию видит целиком, объемная. И мне не нужно ему объяснять моральных, там, принципов, чего-то еще. Он за маму прочитал, из-за себя, он все почувствовал, там, из-за одного за другого. Пусть он сам, там, решает, как, ну, выстраивать с родителями отношения. Вот. Я стараюсь, у меня иногда не получается, я, там, ну, занимаюсь морализаторством, там, как надо, говорю, что не надо, что хорошо, что плохо. Но на самом деле от этого тоже можно отказываться. Ну, я, вот, стараюсь от этого максимально отказаться. Все они сами там шарят во всем. Если им... Вот немножечко от самого театра хотел бы вот такой вопрос задать. Ну, соответственно, дети к вам приходят. То есть не вы бегаете по улице и всех созываете, собираетесь, каким-то образом они узнают и приходят в студию. И приходят именно к вам. Мы тоже вот немножечко до эфира с вами пообщались на тему того, что вообще интересно эволюция и трансформация культуры детства. То есть, скажем, было время, то, что сейчас принято называть темным, хотя оно далеко темным не было, средневековье, когда дети воспринимались как маленькие взрослые. И в этой культуре они, по сути дела, детства были лишены. Их даже одевали во взрослые костюмы. Вот. Их заставляли делать взрослую работу и так далее. Вот сейчас к вам приходят дети. Какова она, культура детства? Вот вы видите перед собой искалеченных детей, может быть, уже родительским воспитанием или какой-то системой образовательной или еще что-то. Стараетесь ли вы что-то, скажем, развить, а что-то наоборот, может быть, угостить в ребенке? То есть то, что не должно быть в ребенке зажжено. Вот этот момент. Тяжелый, на самом деле, для меня вопрос, потому что вот в этом вашем вопросе, батюшка, я, если часто думаю про него, я начинаю становиться сварливой старухой, вот, которая ругает государство и поколение не то. Вот, потом ловлю себя, ну, на мысли, а что я, ну, в эту старуху превращаюсь, что я ругаюсь. Вот, на самом деле, я не знаю, с чем сталкивается детство вообще в нашем государстве. Я не так много детей знаю, я знаю чуть-чуть. И знаю, что все 10 человек в моей студии сталкиваются с разным. Кому-то не хватает внимания мужского, кому-то его слишком много, кому-то не хватает материнского внимания, кому-то многовато. Вот, кому-то надоела совершенно школа, и там его обижают и гнобят. И мы вот играем Джонатана, да, эту же историю. Не зря, потому что она про нас. Вот. Кто-то сам занимается этим. И тоже эта история про него, про этих диких, агрессивных, чудовищных чаек. Вот, ну, то есть, какая у них культура детства? Играют, а не играют? Ну, да оденьте его хоть во что, ребенка. Все равно он будет играть. Угу. Вот, мне кажется, тут важны вопросы индивидуальные. Вообще все вопросы вот эти про детство, про психологию, я сейчас начал сводить более конкретно и более индивидуально. То есть, если вопрос вот про культуру детства, я должен подумать о студии своей и о себе, есть ли у меня с моим сыном, вот, культура какая-то детства, есть ли у меня культура детства, вот, ну, для себя. Позволяю ли я себе быть спонтанным? Ну, я недавно рассказывал тут историю, с братом мы выбежали в ливень, ливень вчера был, вот, выбежали в ливень и кричали песню Арии «Я свободен», а сейчас я могу так сделать, босиком, вот, по пояс голым, с гитарами, там, с братом и кричать во все горло «Я свободен». Я так думаю, а сейчас мне это было бы тяжелее, там на раз, вот, а сейчас тяжелее, вот, такое вот, вот, а сейчас на меня кто-то кос посмотрит, ну, вот, и это, ну, какая-то ограниченность. Ну, значит, ну, надо мне какую-то среду и культуру создавать моего собственного детства, то есть моей спонтанности, моего творчества, потому что это детское состояние. Вот, про студию, мне надо у них детство создавать, как? Чтобы мы играли, чтобы я не тыркал их, вот это не так, вот это не то, да, чтобы я их учил созидать творчески. Вот, один игру делает, а другой не рушит ее, а достраивает, создает, помогает творить. Один рисует, другой, ну, не хочет рисовать, пусть еще что-то делает, но не разрушает. То есть, вот, через игру мы пытаемся начать созидать что-то делать, вот, и, в общем, ну, как-то так я. Тихон Александрович, ну, в общем, у нас эфир подходит к концу. Да. Все так очень... Про детство. Да, про детство мы поговорили, но достаточно так, обтекаемо. Все-таки давайте тогда сделаем так, что ваша фраза будет последней. Все-таки, почему Христос ставит в пример ребенка? Как вы это для себя, как православный христианин и как психолог с православным вероисповеданием понимаете? Вот, почему Христос ставит в пример ребенка? Трепещет у них все. Вот у ребенка все трепещет, душа ищет, она молодая, она красивая. И вот она смотрит на мир, и для нее все открытие, и вот все новое, вот, и душа любопытная. И вот когда нам особенно на душе плохо и скверно, и когда мы там, не знаю, в страстях пребываем, вот, может быть, вот эта вот молодость души, вот эта открытость, доверчивость, стремление к Богу, вот. Детская душа не так давно видела и была с Богом, да, она еще, ну, она лучше помнит, чем уже взрослая. Вот, и может быть, вот это вот воспоминание и вот дает возможность детской душе так к миру относиться. Когда нам плохо, может быть, надо вспомнить свое состояние детскости, души, храбрости, доверчивости, открытости. Спасибо вам большое. Мне кажется, сегодня был диалог крайне полезный для нашего взрослого и слишком замкнутого на себе, когда весь взор идет только вовнутрь себя, мира. С вами мы, дорогие друзья, прощаемся, и напоследок от меня такое небольшое послание, как некое резюме сегодняшней беседы. Берегите внутреннего ребенка и давайте ему иногда чуть больше свободы и чуть больше движений. Храни вас Господь.